Здравствуйте, дорогие видеозрители! В нашей конференции криминализуем системы Атминной войны. Сегодня заключающее видео все еще из языческого хутора в Латвии, в Близерике. Сейчас идет дождь, уже 7 сентября, и осень стучится в окно. И теперь мы перегрались в дом, на второй этаж, где еще все не выстроено, но сад нас балует своими прелестями. Сегодня, природа с нами, так же, как все эти 4 дня, которые мы провели на футболе. Эти дни были уму непостижимо прекрасны. Я в этом видео обговорю, что мы успели сделать за конференцию, и что мы успели сделать за эти 4 дня на футболе. Так же, поведаю вам, как, какой методикой пользоваться, чтобы быть в связи с Вашингтином. Это третья конференция, которую я провела этим летом за 3 месяца. Три конференции за лето. Первая конференция была, криминализуя атомную войну, системы атомной войны, на английском языке, с 1 по 7 сентября, в Дугулты, на самом краю Балтийского моря. Она была на английском языке, и ее материалы Вы можете найти на сайте Также я провела конференцию на латышском языке, в которой я обучала руководителей Латвии, как создавать системы, которые в ладу с образом жизни коренных жителей, в которых руководители защищают права коренных жителей. Эта конференция тоже длится неделю, и ее записи Вы можете найти на Ютубе, на сайте FreeLatvia, на английском. Также, конечно, она на латышском языке, но я очень довольна ею, и там 35 видео, полный курс программы нам удалось провести, и руководители Латвии могут изучать, как коренным жителям наладить свои права в Латвии, и поставить системы, которые в ладу с природой и божественными законами. Третья конференция, которая сегодня заканчивается, это ее последний ролик, оказалась самой хаотичной из этих трех, и самой также волшебно прекрасной. К сожалению, я не уверена, будут ли все видеоматериалы от этой конференции, потому что видеокамера не подключается к компьютеру, и мы не уверены, что эти замечательные видео с методическими материалами смогут быть копированы. Но первые три видеозаписи, они уже на Ютубе, на сайте RadioactiveBSR, Radioactive Baltic Sea Region. На Ютубе канал RadioactiveBSR. За эти дни, за эти семь дней конференции с 1 до 7 сентября 12.015 года, так как язычество еще 10 тысяч лет подкладывает к христианскому календарю, За эти семь дней этой недели мы успели следующее. Первый день мы были в Гокадемии наук, где была встреча с ученым Айверс Гилуцис, в которой есть запись, где он рассказывает о исследовании крадона. И в этой записи вы можете видеть, как мало возможно сделать научными финансированиями в области радиации, потому что радиация в нашей среде не изучается. Это область табу. К сожалению, милитарные силы мира сего достигли цели, что исследование радиоактивных последствий в нашей среде, после их тестов и милитарных действий с ядерными технологиями, как военными, так и мирными, что их последствия невозможно включить в финансирование, чтобы исследовать. Но с высшей точки Академии наук, на балконе, как он называется, Сталинского дома, который во время Сталина строили во всех больших городах Союза, я звонила всемирно известному гению, профессору Кристофу Классову, так как 1 сентября – это его день рождения. И эту неделю, всю неделю мы праздновали его великую жизнь, и его вклад в будущее человечества и всех живых организмов нашей планеты. Я сделала очень хорошие записи о его работах 2 и 3 сентября. из квартиры, в которой мы провели 2 дня, так как мы сейчас находимся, как коренные жители, в процессе сохранения своего жилья от нового мирового порядка. и разработали методику из 9 этапов, через которые коренные жители могут стать могут сохранить своё жильё, чтобы у них была база, недоступная для нового мирового порядка. Как это всегда было у нас, все 12 тысяч лет мы тут в Латвии жили, и Матушка-Земля давала нам всё, что нам тут понадобится. И друг о друге мы заботились, и наша работа, и труды нашего труда были друг другу нам доступны. Это сейчас система новым мировым порядком уничтожена, и нашим народам нет возможности обмениваться плодами своего труда. Это потому, что нет настоящих денег. И в этих роликах я это всё разложила. И так же, как говорится, это всё было с линией баррикад, так как я не могла сделать семинар, потому что мне пришлось сидеть в своей квартире, чтобы защищать будущее моей семьи и не остаться без жилья. Это мы сейчас действительно находимся на фронтовой линии геноцида и визитии в мировой порядке. Потому что у нас в Латвии уже выехало почти миллион людей, которых иностранные банки выгнали из страны своих предков, из девель своих предков. но больше такого не будет, потому что методика разработана, она есть в интернете, и мы сейчас её посылаем всем руководящим деятелям. И если они не будут обучать права коренных жителей и не будут их знать, им придётся покинуть пост власти. Потому что власти будут только люди, которые отвечают следующим тринь параметрам. Люди любящие, люди компетентны по травам коренных жителей и другим компетенциям, которые важны, которые находятся в модели солнечной, в солнечной модели Балтов, 14 параметров. И третий аспект, чтобы они были лояльны коренным жителям. Если они не лояльны коренным жителям, они не могут быть у власти. Таким образом мы вводим порядок в стране своих предков. Это мы делаем через латышское общество, но также создаём. И также в латышком обществе есть суды, суды чести, где девять коренных жителей могут принимать решения, которые должны исполняться местными властями. Так как Конвенция ООН предсказывает, что у коренных жителей есть право жить по законам своих предков. И каждое государство должно выполнять всё, что требуется, чтобы создать им эту возможность. И так как наши предки не использовали никаких парламентов и никаких евросудов и каких-то там прокуроров, которые контракт ставят только в Америке обученными лицами, но были звери. звери, звери. Клятву давали народу своим близким, а не американским юристам и масонам, так так мы и жить будем. Значит, третий пункт – это лояльность к немому народу, и надо давать клятву ему. И еще есть один метод к этому помогающий, и это по-латышски называется «трейдовень». Это три раза девять, это число силовое. Значит, три раза девять, как двадцать семь, или три раза девять, как девятьсот девяносто девять. И в этом аспекте есть два методически важных функции. Первое – это что у нас в Латвии. Три раза девять князей, и в каждом поместье, которых у нас в Латвии примерно 110, для коренных жителей должно быть дано девятьсот девяносто девять гектаров земель наших исполненных, чтобы мы на них могли жить по законам наших предков. И этим процессом мы сейчас заниматься будем, всю вину, и вам советуем также устроить порядок на ваших землях, в вашем стране, в вашем селе, в вашем поселке, в вашем городе. И как же это связывается с криминализацией систем атомной войны, вы, может быть, думаете? Да самым, да самым наипрямым образом. Так как, чтобы остановить структуры, которые через Еврокомиссию установили Еврофедерацию и ведут инквизицию в нашей стране и других европейских странах, надо остановить закон Евротона, с которого все и началось пять лет после Второй мировой войны. Так как, тогда заключили Евротон, пятилетку, после окончания Второй мировой войны, то есть 9 мая 1945-го закончилась Вторая мировая война, и 9 мая 1910 года они подписали Евротон, где несколько структур в области угольных и металловых индустрии договорились, что будут работать над тем, чтобы все минералы этих земель принадлежали им, и чтобы они могли делать из этого атомные бомбы и производить истерию в народе, чтобы все им боялись. И это тоже научно приготовленная ловушка криминальная. И чтобы ее засыпать, это можно сделать через системы прав коренных жителей, так как эти минералы исконно принадлежат коренным жителям. Они этим хитрым структурам, которые могут оплачивать всех юристов мира сего, этой новой римской империи, в которую мы включены, так как они делали эту фальшивую масонскую долларную систему, в которой все, кто использует PIS.org, центральные банки, не могут сами создавать плоды труда своего. И все эти системы, конечно, криминальны, потому что они не функционируют по законам божьим и природным. И все это было разложено красиво, но я не знаю, удастся ли мне эти видео вам передать. Потому я немножко побольше сейчас рассказываю. Но, во всяком случае, тут на Хуторе, когда мы приехали на Хуторе, целый день мы работали с вопросом, как банковская система хитро заманила жителей планеты через маленькую хитрую техническую деталь нашего удобства использовать конты, пластмассовые виза-карты и дигитальный перевод денег, что уже не денег. Это вовсе не деньги, это инструменты махинации. Потому что денег в обороте вообще нет. Денег нет в обороте. Это все и бумажные, и дигитальные цифры, которые мы используем, чтобы покупать и продавать, это все инструменты махинации. И настоящие деньги нам надо сейчас срочно создавать. Мы хорошо проработали то, что и как эти иностранные банки, которые у нас тут в Латвии, как они криминальны, потому что они финансируют ядерное оружие и ядерную индустрию, которая создает ядерные отходы, которые уничтожают ДНК живых систем. Так как уран будет разлагаться 45 миллиардов лет, не говоря о остальных. Больше, чем 30 новых радиоактивных веществ создано атомной энергетикой, которых поверхность нашей планеты не видела високлетность. И наши организмы с ними не могут справиться. Так. Там мы говорили также о проектах, которые планируются в Швеции и Финляндии, где на берегу нашего Балтийского моря строятся кладбища самых радиоактивных отходов мира сегодня. По методикам, которые абсолютно не допустили к реализации. Это я вам говорю, как человек, который работает с этим вопросом уже в 6 лет и работала как профессионал в Швеции 4 года с этими вопросами, как генеральный секретарь организации мониторинга радиации в Балтийском регионе. и все самое главное об этих процессах проложено, вы можете все это на английском прочитать на сайте bsrrw.org 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 Каждый день мы праздновали профессора Кристофа Базбиса, которому исполняется 70 лет только что 1 сентября исполнилось. И на 6-й день конференции наконец приехал Кристоф Базбис и мы провели с ним весь день и хотя бы маленькие видео со стола празднованного они наверняка есть и пир был на весь мир и танцы до упада и то, что мне осталось дать вам сегодня это методика как же нам быть в связи с высшими силами чтобы мы люди были искусны были руками и мыслями божественными чтобы мы стали чтобы мы могли делать работы которые Бог нам имеет чтобы мы были в связи с высшими силами как же это сделать и какова же методика она очень просто надо жить по совести быть в возможности откровенными и быть любящими любить когда мы любим тогда мы в Боге и жизнь наша началась божественной любовью и она наверняка и закончится там и если мы можем в этом в этой энергии находиться тогда ответы приходят нам на вопросы как по вай-фаю сами приходят ответы потому что мы находимся в контакте с силами у которых есть информация и мы можем выполнять план Божий и создать божественный порядок тут на земле иногда когда нам все-таки не ясно как действовать можно использовать руны у ведантов есть старинные методы как через руны получить ответы на свои вопросы и конечно во многих культурах есть разные решения методические как быть в контакте с лишними силами и вы все наверняка знаете африканские методы свуду видели этих прекрасных аборигенов танцуя магические танцы и это нам еще придется реставрировать потому что мы латыши очень богатый народ у нас прекрасные фестивали танца и песни но это все сделано сейчас типа как шоу божественная связь танца и песни потеряна более-менее и ее надо реставрировать чтобы мы не занимались пением и танцеванием только для развлекания себя и чтобы наши танцы песни и мысли и слова наши все были визиональными чтобы они создавали пророчили учили создавать систему любви благополучия уважения заботы и благоухания друг к другу в любом масштабе для себя для своих близких для своей семьи для рода своего или это биологический или дружеский род создавайте заботясь друг о друге любить друг другу или это город или это страна или континент или планета наша любимая земля львы покажу вам лишь еще одну методику которая меня очень забава моя иногда ну раз в три месяца пользуюсь наверное сейчас даже может быть ну да где-то три месяца назад пользуюсь это альчинг китайской вроде и перевод сделал всемирно известным германским психотерапевтом Карлом Юнгом как видно он тоже большое большой ценностью считал эту методику так как отвел столько времени чтобы перевести эту книгу но он правда значит какова эта методика в этой книге так же как в компьютере есть 64 единицы ответов на ваш вопрос и в каждом этом ответе есть еще несколько версий и ой я только покажу вам эту прекрасную Карль Юнг картина картина мать с ребенком в которой мои очки находятся значит посмотрим посмотрим например тут the taming power of the great 26 если вам удастся если вы получите если вы бросите на 26 тогда у вас ответ будет упрощающая власть великого и там будет и там может можно будет прочитать очень философически и педагогически ценные строки ответы на ваш вопрос и как же это делается мне нравится это ставить в эту деревянную кружку и туда надо поставить 3 копейки потом их надо сбалкать и выбросить на стол и одна сторона двойка другая тройка и подсчитываете эти 3 копейки и вы получите ответы с 6 до 9 6 7 8 или 9 и тут как они распечатываются так вы их разложите на бумаге снизу вверх попишите и потом вы смотрите что же за ответ у вас там вы находите эти цифры да это будет одна цифра или две потому что если у вас шестерка или девятка у вас поменяются цифры у вас будет два ответа и тогда вы сможете прочитать философический ответ на ваш вопрос и это только потому что вы бросили 6 раз 3 копейки вы получите божественный ответ это очень интересно что так происходит это я проверила не раз проверяла ответ действительно и по датам и по территориям работают так что есть это по моему жизненному опыту доказано что высшие силы дают нам ответы и надо быть в высшей силе светлой прекрасной любящей высшей силе к сожалению эта книга на латышском не переведена но я уверена что она наверняка переведена на русский язык так как наверняка это так и если нет конечно мы уже научились и английский и мы аборигены много язычные язычники многоязычные и наше поколение которое сохранило коренной научилась 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 новому и также несколько языков знает и может многокультурально это все образум образумить и обмыслить и поставить любящий результат мы создадим божественный порядок я совершенно в этом уверена и пожалуйста используйте материалы этих конференций чтобы это нам удалось по возможности быстрее чтобы мучения наших близких кончились и время благополучия наступила очень скоро да будет это так так